К другим темам. Вкладчики банка Портофранко требовали возврата своих денег. По словам активистов, больше полугода в банке происходили денежные махинации. Как итог, клиенты остались без вложенных средств. С февраля месяца здесь в банке происходит непонятная игра Портофранко. Значит, сперва не выплачивали положенные проценты по вкладам. Потом не выдавали текущие счета. Выдавались они иногда по 200 долларов в месяц. Здесь не только мой вклад, но и вклад моей жены. Я еще работаю, хотя уже пенсионер. И думал, что часть каких-то денег я сохраню и будет прибавка к моей пенсии. Но получилось так, что вот как передо мной исчерпывающую информацию рассказали, получилось, что с февраля месяца в банке начали происходить совсем не те, что нам хотелось действия. На встречу с активистами вышел специалист Департамента урегулирования неплатежеспособных банков Игорь Красюк. Он пообещал людям, что деньги им вернут, но не сразу. Я повторяю еще раз. Максимальный срок выплат это 5 января начало объявления о выплатах. То есть по закону с нормой срок 3 месяца временной администрации. Если банк невозможно будет продать или получить инвестора квалифицированного, он будет объявлен в ликвидацию. У меня все деньги, то, что я привозил, все пропали. Ну, вы извините, вы же доверяли этому банку? А кому было доверять? Ну, вопрос. Государству? Вот хорошо. Я сейчас даже иду, и вот там вот возле привоза висит надежность и все тому подобное. Почему не уберете хотя бы это? Ну, мы не влияем на регулятивную политику. Я напомню, ранее Седьмой канал сообщал, что банк Портофранко начал испытывать серьезные трудности. Прокуратура начала проверку деятельности финучреждения. Позже в банке было назначено временное руководство.